Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня у нас в гостях Александр Дроздов, который представляет спортивное сообщество «Воркаут-62». Начнем с того, что «Воркаут» – это молодое направление спортивное и представляет оно собой такой уличный спорт на турниках с минимумом затрат. Да, все верно. «Воркаут» – это как раз такое спортивное направление дворового спорта, где дворовый спортсмен выполняет упражнения на турниках, брусьях. Если они отсутствуют, то на конструкциях, которые к этому подходят, либо просто на ровной поверхности тоже можно делать упражнения. Это упражнение с весом собственного тела. Многие элементы взяты из спортивной гимнастики и перенесены на улицу. Они видоизменены. Есть также свои какие-то элементы. И такая вот смесь представляет для себя «Воркаут». То есть это такое доступное направление, которым может заниматься любой желающий. И основной его плюс – это как раз-таки доступность. То есть заниматься может любой в любое время, в принципе, даже в отсутствии турников и брусьев. Но, конечно же, на спортивных площадках это делать намного удобнее и приятнее. При этом, если сравнить, допустим, вот когда у нас зародился «Воркаут» в Рязани в таком массовом виде. То есть сейчас в каждом дворе можно увидеть, и не в каждом, но, по крайней мере, во многих, можно увидеть специальное оборудование, частенько новое. И можно увидеть и молодых ребят, и постарше тех, кто занимается. Когда это стало массовым в Рязани, примерно, ориентировочно? Ну, примерно это стало массовым где-то года с 2012-го. Мы в то время начали проводить на такой более-менее постоянной основе совместные тренировки, устраивать соревнования. Вот одни из первых прошли в августе 2012-го года. Порядка 50 человек на них было. Конечно же, это все организовывалось своими силами. То есть из призов у нас тогда мы делали почку сока и шоколадка. Но все были довольны, все были радостные. Я до сих пор помню, мальчика ему, наверное, лет 10 было. Он потянулся 15 раз. То есть на уровне всех ребят, которые на тот момент были. И дальше это пошло постепенно. Постепенно нам даже удалось построить на 9-й школе площадку спортивную по нашим чертежам. Сейчас это приобрело такой более широкий масштаб. У нас, наверное, 4 или 5 постоянных мероприятий уже второй год подряд проходят. При взаимодействии с администрацией города. То есть масштаб уже разрастается. Мы ездим по области. Желающих приходить к вам, совершенствовать себя, свои возможности, не используя дорогих абонементов в фитнес-клубы или не занимаясь той же самой спортивной гимнастикой с детства. Их все больше и больше. Но есть основной костяк, который вот с самого начала. Наверняка именно вы та инициативная группа, которая движет, продвигает спорт. Есть такой основной, скажем так, скелет, на котором он держится и растет рязанский воркаут? Да, конечно. Как раз таки нашей целью нашего спортивного сообщества является продвижение физкультуры, то есть развитие физкультуры и сплочение уже тех дворовых спортсменов, которые занимаются по области. Потому что, несомненно, их очень много. Но на данный момент пока кто-то занимается отдельно. Мы хотим, благодаря нашим мероприятиям, соревнованиям, которым мы устраиваем, объединить всех. Да, конечно же, этот костяк есть. Это Абдукаримов Руслан, Виктор Мищенко, Давыдов Роман, Александр Слинков, Александр Агринин, Дмитрий Сидоров. И к нам постоянно приходят новые ребята, которые также включаются вместе с нами в наши тренировки, в наши мероприятия, всячески помогают. Я, к сожалению, всех сейчас не смогу так назвать. Их действительно много. Конечно, не так много, как возможно, но я думаю, в ближайшем времени нас будет все-таки больше. Например, вот Виктор Агапов к нам совсем недавно присоединился, мальчику 14 лет. Вот уже занимаясь пару месяцев, уже неплохих результатов достиг, вместе с нами ездит на показательное выступление. То есть ребята, молодые, к нам с удовольствием присоединяются, к нашему движению, к нашим тренировкам. Андрей Маченов тоже 14 лет, тоже занимается не так давно, но уже ребята на постоянной основе вместе с нами тренируются. И очень здорово, что когда, например, мы приезжаем, когда открываются новые площадки, нас очень часто в последнее время стали звать, сделать показательное выступление. Чтобы своим примером зажечь сердца молодых людей. Да. И это тоже. И показать, скажем так, тот функционал площадки, который они установили, что на ней можно делать. И благодаря тому, что мы показали, что делать, вот Марина правильно сказала, зажечь огонь в сердцах молодых людей, чтобы они занимались. Вот не так давно мы были в Михайлове, и уже после нашей поездки ребята пишут с вопросами о том, как начать свои тренировки, как правильно выполнять те или иные элементы. И пусть это пока один, два, три человека, но в дальнейшем эти люди приведут с собой своих друзей, и нас станет больше. Например, вот наглядный. В 2013 году ребята ездили в Ряжск, тоже серии показательных выступлений, сдружились. И вот теперь нас зовут на открытие новой площадки. И Сергей, который в Ряжске, скажем так, координирует тоже ребят на занятия, мотивирует. Он говорит, вы знаете, вот после вашего приезда ребята как-то вроде это не так заметно по количеству. Да, вот всегда говорят, а сколько вас, сколько занимается, сколько людей. Нельзя так определенно сказать, что вот вы знаете, нас было два человека, а стало шесть. Как-то из тех ребят, кто там присутствовал, он говорит, вот кто-то пошел по военным стопам, кто-то выбрал спортивное направление. Просто из наших рязанских ребят кто-то определенный промежуток времени позанимавшись, набрав определенную физическую форму, ну это я говорю о возрасте, который вот, когда человек еще не до конца определился, да, там, с чем дальше, куда двигаться, 12-14 лет. Ребята уходят в спорт, то есть это кикбоксинг, борьба, то есть такие ребята у нас тоже есть. Потому что функциональная подготовка очень на таком хорошем уровне. Да, то есть это воркаут, он включает в себя, в принципе, всем известное упражнение, которое входит в подготовку многих видов спорта и является основой. Просто мы тренируемся вне залов, на улице, у нас нет профессиональных спортсменов, которые, скажем так, выполняя гимнастические элементы, они не являются при этом гимнастами, но они делают это на улице. В любое время года, в любую погоду, в любое время суток, когда удобно? Ну, не в любое время суток, да, но практически в любую погоду. Конечно же, это, если так вот рассмотреть этот вопрос, уличное направление, занятие на улице, то есть это не подразумевает под собой какую-то определенную спортивную площадку. Но на спортивной площадке это делать просто удобно. Удобно, и это... Дает больше возможностей, наверное, да, чтобы выполнять те или иные упражнения, потому что можно на подручных средствах, я так понимаю, вообще на поручни в подъезде, но удобнее это сделать на брусьях, допустим, да? Да, конечно. Всегда можно найти в домашних условиях даже сделать себе небольшой комплекс. То есть те же самые табуретки, то есть ребята делают с подручных средств себе снаряды, на которых они сначала тренируются, например, дома, потом пробуют на площадке. Всегда можно найти определенный комплекс, но на площадке это делать, конечно же, удобнее. Мы сейчас продвигаем от нашего сообщества проект как раз-таки крытой площадки в одном из центральных парков города. Мы очень надеемся, что этот проект все-таки будет реализован, потому что нам как раз-таки необходим место для проведения наших соревнований. Мы два года подряд проводим кубок главы города Рязани по воркауту, и немножечко нам в конце мероприятия погода всегда его портит. Поэтому, чтобы таких нюансов, таких незначительных моментов, которые огорчают, не было как для участников, так и для зрителей, просто необходимо строительство хотя бы одного такого объекта – хорошей и качественной площадки с крыши. Но, конечно же, мы всячески стараемся продвигать проекты строительства новых комплексов, которые отвечали бы не просто, чтобы это был детский комплекс, который устанавливается в парках, потому что их, в принципе, достаточное количество. Но именно комплексов для взрослых, именно в парках больших, не просто отдельный комплекс, когда там стоит 2-3 турника, а целого полноценного комплекса с хорошим качественным оборудованием, резиновым покрытием, таких у нас очень мало. И хотелось бы, чтобы в наших парках их было больше, в центре города. Поэтому мы всячески помогаем, если к нам обращаются с такими вопросами, и сами пытаемся присутствовать как можно больше на открытии площадок новых, чтобы население города видел, что есть такие ребята, которые занимаются. Нас можно всех найти, задать интересующие вопросы и, в конце концов, прийти на нашу общую тренировку. При этом работа с собственным весом – это довольно-таки сложно. И глядя на то, какие чудеса, скажем так, акробатики могут выполнять ребята, начинающие с нуля, без спортивного прошлого, но при этом достигающие буквально за короткий промежуток времени, упорных тренировок, результатов, которые достойны уважения. Только тот, кто пробовал, знает, как это тяжело – работать с собственным весом. Каждый ли вообще способен этому научиться? И, допустим, такой вопрос. Девчонки тоже любят воркаут. Не все, конечно, но есть определенное количество. У нас в городе насколько это популярно среди девушек. И есть ли те, кто безнадежен, и кому это вообще не дано, скажем так? Да нет, я думаю, что главное желание – научиться можно всему. Девушки у нас тоже есть, причем от малой повыше. Причем девочки подтягиваются на уровне мальчиков. Вот подтверждение тому мы 23 февраля организовывали. Ну, я думаю, такие в своем роде уникальные соревнования для города – открытые соревнования по подтягиваниям. Потому что отдельно, конкретно по подтягиваниям у нас в городе, я думаю, что не было. Если я ошибаюсь, то ничего страшного, приходите до 23 февраля к нам. Есть время подготовиться. Есть время подготовиться, да, конечно. Мы уже сейчас начинаем готовиться к этим соревнованиям. Так вот, в прошлом году девочка потянулась у нас, если я не ошибаюсь, 14 или 15 раз. При этом ей было лет 8. То есть на уровне, в принципе, ребят. Все соревнования у нас как раз-таки открыты, доступны. На этих соревнованиях мы даже сами иногда не делаем отдельно. В том году мы не делали женскую номинацию отдельно. Но когда народ собирается, говорит, а можно нам поучаствовать? И вводят девочку. Одну, вторую, третью. Конечно, не так много девушек, которые занимаются этим, но они присутствуют. А научиться элементам различным, я думаю, всегда это возможно, даже каким-то отдельным элементам. Главное – желание. Да, желание, постоянное тренирование. Вот ты сейчас упомянул, во-первых, кубок главы города, во-вторых, отдельное соревнование по подтягиваниям. В-третьих, ты обозначил, что поездок по области много, потому что в городе Рязань сосредоточено ваше сообщество. Но вы при этом пытаетесь внести в массы спорт настолько, чтобы он был доступен и в районах города. Еще вы проводите, допустим, к 9 мая рекорд победы, отжимания. Какие еще мероприятия по популяризации вот этого спорта, доступного дворового спорта, в планах или уже реализуются? Перечисли, пожалуйста. Ну да, у нас, если начать с начала года, как они идут друг за другом мероприятия, это открытые соревнования по подтягиваниям. В этом году мы будем делать две номинации как раз-таки мужчин и женщин. Далее у нас идет рекорд победы на 9 мая. То есть участники отжимаются по количеству мерных дней, прожитых с момента окончания Второй мировой войны. Затем у нас идет в конце июля, это на день города, кубок главы администрации города Рязани. То есть изначально данный кубок, это наша инициатива была, то есть сообщество «Воркаут-62». Затем идет Всемирный день подтягиваний, который тоже изначально предложили провести его. И вот он уже третий год подряд проводится. Он будет, кстати, уже совсем скоро, 9 сентября. На четырех площадках города будут организованы точки, где любой желающий может прийти и вложить свой вклад в общий результат города. До этого два раза мы участвовали. По всем городам, участникам и странам Рязань выполняла самое большое количество подтягиваний. В том году это составило 63 тысячи подтягиваний. Россия при этом в целом сделала примерно 125 тысяч. То есть примерно половина результата унесла Рязань. Мы в этом году тоже не собираемся на этом останавливаться. Свой рекорд будем бить. Да, конечно, постараемся. При этом участвуют университеты, школы, силовые структуры. Поэтому, ну и, конечно же, все жители города Рязани. И, в принципе, вот, наверное, это основные мероприятия, которые такие большие, которые мы проводим. И серия показательных вступлений. Иногда нас зовут в детский лагерь. Приехать, показать ребятам что-то в школу. Еще раз напомним нашим телезрителям, что если вы боитесь, стесняетесь или думаете, что спорт – это не для вас, выгляните в окошко. Наверняка во дворе есть спортивная площадка, где занимаются вот такие ребята, которые также начинали с нуля. У которых нет абонементов. Мы в спортивный зал, но есть большое желание, силы воли. И поэтому они стали лучше, чем были год назад. Спасибо, Саша, что пришел к нам в студию. У нас в гостях Александр Гроздов, представитель спортивного сообщества «Воркаут-62». Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!